Привет, друзья! Это Олег и кошка Рокси на канале MBS Electronics. У меня здесь ночь, Рокси спит уже. У нас сегодня пойдет речь о ноутбуках моих, на которых я работаю здесь. Вот это более новая машинка, 17-дюймовый, так называемый, игровой HP. Видите, колонки стоят, которые мы с вами печатали на 3D принтере в прошлом ролике. Этот лэптоп у меня более новый, на нем я монтирую видео. Можно сказать, что он уже не новый. Я его покупал в конце 2021 года. Есть еще у меня вот этот старый ноутбук, закаленный во многих путешествиях. Он реально старый. Я его покупал точно уже даже не помню, то ли в 2015, то ли в 2016 году. Это Acer, модель E5 575G. Для своего времени он был очень популярной моделью. У многих до сих пор есть вот такие действующие рабочие ноутбуки. Как видите, он у меня стоит на кухне и получается так, что я провожу за ним больше времени, чем за более новой машиной. Наверное, просто потому, что я люблю сидеть с компьютером на кухне. Через год после покупки, как раз когда закончилась гарантия, у него выломались вот здесь петли с правой стороны. Как всегда, это происходит. Очень много ноутбуков с такой неисправностью на самом деле. Таким вот кардинальным образом я починил, просто просверлил отверстие насквозь и прикрутил гайками и винтами. На самом деле, это самый лучший метод исправления вот такой вот неисправности. Самый простой и самый надежный. Это происходит потому, что вот эти ноутбуки китайские на заводе очень сильно у них затягивают петли. Реально их перетягивают, наверное, специально, чтобы они сломались и человек пошел купил новый ноутбук. Как проверяется, не перетянуты ли петли, вы должны иметь возможность открыть ноутбук одной рукой, не придерживая его нижнюю часть. Если, когда вы открываете крышку одной рукой, нижняя часть поднимается вслед за крышкой, это значит, что петли перетянуты и рано или поздно у вас они отломаются. Ноутбуки от Apple, кстати, вы всегда можете вот так открыть одной рукой. Во время ремонта я заодно ослабил эти петли и вот уже почти 9 лет все работает отлично, ничего больше не отламывается. Желательно, наверное, сразу после покупки ослаблять эти петли, разбирать, но, к сожалению, вы потеряете, наверное, гарантию. У современных новых ноутбуков, к сожалению, та же самая болезнь, в большинстве случаев перетянуты эти петли. В остальном ноутбук у меня работает нормально, этот все программы тянет, даже DaVinci Resolve каким-то образом тянет, несложные проекты можно монтировать. Можно вполне нормально поиграть в старые игры типа Watch Dogs или Skyrim. Не говоря уже про Ардуино и программирование микроконтроллеров, ну вообще замечательно. У него 16 гигабайт оперативы, два SSD диска, один жесткий диск обычный на 2 терабайта. Я даже поменял на нем матрицу на IPS, потому что то, что было изначально, на нем работать было невозможно. Здесь раньше был у него пишущий DVD-драйв вот здесь сбоку, ну я его убрал, поставил салазки туда, китайские такие, есть специальные салазки, куда можно установить SSD диск дополнительный. Сейчас там стоит обычный 2,5 дюймовый SSD и один SSD диск основной, на котором система типа M.2 стоит внутри на плате. Я не менял термопасту никогда на нем. Раньше есть такие мифы, что термопасту нужно менять там раз в год. Это все на самом деле фигня полная. Термопасту нужно менять только тогда, когда ваш ноутбук реально начал перегреваться. То есть вы заметили, что он стал нагреваться сильно, так как он не нагревался раньше на тех же самых приложениях или вообще во время простоя. Ну и надо при этом убедиться, что может быть вам просто нужно почистить систему охлаждения, а не менять термопасту. То есть меняем термопасту в крайнем случае. Вот у меня как раз появился такой случай. Мой ноутбук начал очень сильно нагреваться. Я решил поменять в конце концов термопасту через 9 лет использования машинки. Повторю, что до этого все было прекрасно. Никакого перегрева не было. Ноутбук работал отлично. Поэтому не нужно заморачиваться и раз в год или два менять эту пасту, если у вас все работает хорошо. После нанесения термопасты у меня перестал перегреваться ноутбук. Реально стал градусов на 10-15 холоднее, чем было до этого. В описании я оставлю ссылочку на эту пасту. Она, кстати, не дешевая. Ну, конечно же, еще одна проблема обычная возникла у этого ноутбука. У него перестала держать батарея. То есть, ну как бы вообще. Минут 5-10, наверное, она работала и ноутбук выключался. Решается тем же методом. Заказываем на Алиэкспресс батарею для такого ноутбука. Ссылка, кстати, будет в описании. И меняем. Ну, поменять батарею там вообще ничего сложного нет. Поэтому этого не будет в ролике. Я поменял. Сейчас у меня держит батарея нормально. Ну, в зависимости от того, что вы делаете на ноутбуке. От полутора часов, ну и где-то до двух с половиной может работать. С новой китайской батареей. Откручиваем все винты по периметру. Удобно действовать вот такой электроотверткой. Ссылку на ее обзор я оставлю в описании тоже. Нужно обязательно снять вот эти салазки или DVD-диск. Здесь вместо DVD-диска у меня стоит дополнительный SSD. Не самый лучший, кстати, но работает. Уже много лет работает. После этого отщелкиваем крышку. Можно использовать карту пластиковую, если у вас нет специального такого медиатора для снятия крышки. Здесь нужно не забыть отсоединить проводок. Иначе вы можете его оторвать случайно. Снимаем крышку и все внутренности у нас перед глазами. Перед всеми такими серьезными манипуляциями с вашим ноутбуком лучше отсоединить батарею. Если вы не отсоедините, то очень легко спалить вообще вашу машину, потому что на самом деле питание не отключается. Пока батарея подключена, на материнскую плату компьютера поступает питание. Теперь нужно крайне аккуратно снять систему охлаждения. Для этого откручиваем 7 винтов. 2 винта на графическом чипе, 3 винта на процессоре и 2 винта на системе охлаждения, на вентиляторе. Сначала слегка ослабляем все винты по очереди, а потом уже их выкручиваем. После того, как мы снимем все 7 винтов, можно попробовать очень аккуратно снять систему охлаждения. Не нужно дергать систему охлаждения резко вверх. Слегка покачиваем вот так вот. Да, потому что паста может засохнуть, и если мы резко дернем, можем повредить чип и материнскую плату. Вот таким образом слегка покачиваем в плоскости платы. Да, вот так вот. Вот так. И очень аккуратно снимаем систему охлаждения. Смотрим, что у нас тут происходит. Здесь, рядом с радиатором, есть маленький кусочек термопрокладки. Она служит для отвода тепла от встроенного в процессор графического ядра. Я знаю человека, который по ошибке решил эту прокладку заменить просто термопастой, намазав туда побольше термопасты, и после этого у него процессор вышел из строя, перегрелся и сгорел. На самом деле термопаста не является хорошим проводником тепла. Просто ее теплопроводность гораздо лучше, чем у воздуха. И в то же время намного хуже, чем у металла. На поверхности процессора и радиатора всегда есть микроскопические неровности, разные изъяны, даже если поверхность хорошо отполирована. И задача термопасты как раз заполнить вот эти микроскопические неровности и изъяны. Поэтому просто намазанная толстым слоем термопаста не сможет заменить с собой термопрокладку. Поэтому если у вас нет набора термопрокладок на замену, то лучше старую не повредить. Нужно аккуратно очистить графический чип и процессор от остатков старой пасты. На моем ноутбуке термопаста довольно сильно засохла. И поэтому я удаляю ее вот таким тампоном, ушной палочкой, смоченной в спирте. Вот видите, что здесь творится на процессоре. В основном вся термопаста находится за пределами кристалла. Китайцы от души намазали здесь термопасты на заводе. На самом деле в таком количестве пасты нет никакого смысла. Все равно почти вся эта паста выдавилась радиатором за границы кристалла. И если бы не вот эта защитная прокладка вокруг процессора, то загадила бы половину печатной платы. Сейчас хорошо видно, как эта паста загустела за 9 лет. Я пытаюсь аккуратно удалить эту пасту тампоном со спиртом. Вот примерно так оно должно выглядеть перед нанесением свежей пасты. Систему охлаждения тоже очищаем от старой термопасты. Я удаляю пасту бумажной салфеткой, смоченной в изопропиловом спирте. Опять же стараюсь не повредить вон ту маленькую термопрокладку. Хотя у меня есть запасные термопрокладки с Алиэкспресс. Но оригинальная в нормальном состоянии будет работать еще долго. Также, пользуясь случаем, нужно хорошо почистить систему охлаждения от пыли. Там, где находится вентилятор. Вот как раз от пыли систему нужно очищать гораздо чаще, чем менять термопасту. Примерно раз в полгода нужно открывать и чистить. Наносим свежую термопасту из тюбика. Вот примерно в таком количестве на графический чип. Равномерно распределяем эту пасту по поверхности чипа пластиковой лопаткой, которая идет в комплекте с пастой. Не нужно мазать слишком много пасты, так как это сделали китайцы на заводе. Смысла в этом нет никакого. Все равно излишки пасты будут выдавливаться из-под радиатора. Слишком мало пасты тоже плохо. Правильное количество это когда ваш чип покрыт примерно равномерным слоем пасты без пробелов. То же самое делаем на процессоре. Графическое ядро процессора, там где будет термопрокладка, мазать пастой не нужно. Помещаем систему охлаждения на свое место. Сразу винты не затягиваем, просто слегка подкручиваем все винты. То есть сразу все винты, чтобы не было перекосов. Потом подкручиваем, несколько раз проходя отверткой по всем винтам. Слегка подкручиваем, подкручиваем пока не будет система закреплена хорошо. Опять же не стоит эти винты закручивать очень сильно, как говорится со всей дури. Ну и в конце концов можно собрать наш ноутбук, включить его и проверить все ли работает. Желательно запустить стресс-тест на процессор, посмотреть как он ведет себя под нагрузкой, не перегревается ли. Для проверки процессора я использую программу AIDA64. Либо можно использовать бесплатную утилиту CPU-Z. Там есть функция стресс-CPU, которая нагружает по максимуму наш процессор. А для проверки графического чипа я запускаю FurMark. Это такой тест, который рисует с помощью графического адаптера на экране такой волосатый бублик. Довольно сильно нагружая наш графический адаптер. На этом на сегодня все. Желаю всем, чтобы ваша техника работала как можно дольше и без нареканий. Да пребудет с вами великая электронная сила. Пока-пока.